В сеть утекли ключевые характеристики Samsung Galaxy Fold 2. По данным инсайдеров, презентация сгибаемого смартфона Samsung Fold 2 состоится в конце этого лета. В преддверии ожидаемого анонса в сети уже неоднократно публиковались данные о главных особенностях будущей новинки, а свежая утечка раскрыла ключевые характеристики дисплеев гаджета. Согласно появившемуся в сети изображению, представленному южнокорейским ресурсом AT News, новинка получит основной дисплей диагональю 7,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием UltraSync Glass. Разрешение матрицы, изготовленной с применением технологии LTPS, составит 2213 на 1689 пикселей. Диагональ вспомогательного экрана устройства составит 6,23 дюйма. При этом его частота развертки будет ниже, чем у основной панели 60 Гц. В утечке также сообщается и предполагаемая дата презентации смартфона – это 20 августа, одновременно с флагманским Galaxy Note 20. Прочие спецификации и ожидаемое ценоустройство не сообщаются. Представители Samsung утечку пока не прокомментировали. Всё ещё с чёлкой. Ритейлер показал дизайн iPhone 12 Pro. Задолго до релиза линейки iPhone 12, будущие флагманы Apple неоднократно становились героями инсайдерских публикаций. Источником новой утечки стал китайский интернет-магазин, на сайте которого появился качественный рендер Pro-версии яблочного смартфона в прозрачном защитном чекле. Изображение раскрывает дизайн фронтальной панели гаджета, который, если верить источнику, так и не избавился от знаменитого широкого выреза на дисплее. Согласно рендеру, в этом году Apple не собирается отказываться от пресловутой чёлки, в области которой разместятся датчики Face ID для распознавания лица и модуль фронталки. Судя по квадратному вырезу, над задней крышкой аксессуар предназначен для 6-дюймового iPhone 12 Pro. Базовая модель, по слухам, получит всего два датчика основной камеры, в то время как более продвинутая версия обзаведётся тремя сенсорами и вспомогательным блоком LiDAR. Согласно предыдущим утечкам, iPhone 12 Pro получит ёмкий аккумулятор и 120-герцовый экран, а также функцию трёхкратного оптического зума и переработанный ночной режим с поддержкой HDR. Точная дата презентации обновлённой серии ещё не объявлена, ожидается, что анонс состоится в октябре-ноябре текущего года. Apple готовится к выпуску сгибаемого iPhone. За последние два года Apple получила уже несколько патентов на складные устройства, а в сети не раз появлялась информация о разработке фирменных гибких экранов. Теперь же авторитетный отраслевой инсайдер Джон Проссер намекнул в своём твиттер-блоге, что компания уже готовится к производству первой сгибаемой модели iPhone. Хотя напрямую сетевой информатор не заявил о скором выпуске яблочной раскладушки, он дал понять, что Apple работает над новым устройством в таком форм-факторе, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Ранее в этом году профессор Уильям Лакур, специализирующийся на разработке специального стекла, заявил, что складной iPhone может появиться в течение следующих 12-18 месяцев. Его утверждение было основано на заявлении американской компании Corning Incorporated. Производитель стёкол Gorilla Glass уже сообщал, что если всё пойдёт хорошо, новое поколение гибкого покрытия, устойчивого к царапинам, должно появиться на рынке уже в 2021 году. Такая разработка позволит Apple и другим компаниям выпускать гаджеты со сгибаемыми дисплеями высокого качества. Представители яблочной компании заявлений инсайдера пока не комментировали. SpaceX показала процесс отделения спутников Starlink от ракеты. 3 июня SpaceX запустила на орбиту очередную партию спутников, доведя их количество до 480 штук. Этого всё ещё мало для создания глобального спутникового интернета, но достаточно для того, чтобы напугать жителей разных стран и усложнить работу астрономом. Недавно компания Илона Маска показала видеоотделение спутников от носовой части ракеты, демонстрируя высокие технологии, которые стоят на вооружении SpaceX. Подобная информация большинством компаний держится в тайне. Однако для SpaceX это своего рода показательное выступление. На коротком видео можно заметить, как ракета развертывает свой обтекатель на скорости около 13 тысяч километров в час, что в 11 раз превышает скорость звука. В этот момент находящиеся в носовой части обтекателя 60 спутников Starlink выбрасываются в космос. При этом их вес составляет около 18 тонн. Большая часть ракеты была поймана при падении на Землю и будет восстановлена для повторных запусков. Дополнительно был продемонстрирован любопытный механизм, похожий на защёлку, после активации которого и происходит отделение спутников одного за другим. Илон Маск считает проект спутников интернета перспективным и полагает, что через несколько лет он сможет приносить не менее 50 миллиардов в год. На этом выпуск новостей заканчивается. Но вы можете посмотреть мои другие видео на канале. Не забывайте также поставить лайк и подписаться на канал.